Всем привет, дорогие друзья, с вами Шарон, и сегодня будет мнение о полнометражном фильме под названием Hello World. Посмотрел я его не так давно, несколько дней назад, и пока свежие эмоции, хотел бы поделиться мнением об этом фильме, посоветовать, стоит ли его смотреть или нет, разобрать плюсы и минусы, и разобраться в сюжете. Шарон, помнишь, в 65-м выпуске ты рассказывал о том, какое впечатление у тебя вызвал фильм Hello World? Не важно, кто я, но ты должен сделать одну вещь. Обязательно не забудь в этом выпуске сказать, что у тебя сломался комп, и ты собираешь на новый, потому что у меня не получилось. И теперь я перестал делать ролики, озвучивать, и работаю на работе, на которой не мечтал работать. Скажи. Ладно. В общем, ребята, как попросил вот этот вот товарищ, у меня с ноутбуком случились проблемы. Я не могу им больше пользоваться. В связи с этим я сейчас собираю на новые ПК. Это немалая сумма, потому что ПК нужен мощный, ПК, который будет тянуть стримы, будет тянуть монтаж, и будет тянуть тяжелый рендер. Это все немалая сумма, и если вам не жалко, можете меня поддержать. Все ссылки будут в описании, а также можете проспонсировать канал. 50 рублей минимальная стоимость. Все ваши ники, кто спонсирует, будут указаны в титрах. Также буду в каждом ролике указывать в титрах тех, кто донатит. Вот. Поехали к выпуску. Сразу скажу, для тех, кто хочет смотреть данный полнометражный фильм, без спойлеров, чисто мое мнение, вкратце, итоги данного ролика можете назвать как хотите. Если вы ждете сильные драмы от этого полнометражного фильма, вы ее не получите. По крайней мере, мне так показалось. Зато в данном аниме-сериале, который, кстати, имеет оценку на Кинопоиске и на Шокимори 7,5, очень и очень интересный. Сюжет в данном фильме весьма запутанный и в нем присутствует очень много твистов. И самое главное, большое множество миров и довольно-таки философские темы. Поэтому рейтинг у данного фильма неспроста такой, какой вы его видите в данный момент. Вот все, что я могу сказать для тех, кто еще не смотрел фильм. Если заинтересовало, можете смело идти смотреть. А если не заинтересовало, можете смотреть данный выпуск до конца, можете не смотреть данный выпуск до конца. Это уже как бы... А теперь перейдем к самому вкусному. Плюсы и минусы данного полнометражного фильма. Сейчас мы с вами погрузимся в сюжет, будем разбирать какие-то сюжетные моменты, сцены. И попытаемся понять, годное ли это произведение или нет. Начну я, пожалуй, с плюсов. Одним из больших плюсов и важнейших в данном аниме-сериале я могу выделить сюжет. Сюжет в данном полнометражном фильме ну очень запутанный. Под конец нам начинают все распутывать, вроде как все проясняется, а потом еще и бах и вкидывают нам сцену после титров, где просто происходит то, что происходит в середине фильма. То есть они дважды делают один и тот же ход, в результате которого ты просто сидишь такой «Ааа, какой мир настоящий? Что вообще происходит? Где мы живем?» Значит, нить сюжета, как я ее уловил. Есть главные герои Наоми, а есть девушка Итигё. Как-то у них закрутилось-завертелось и пошла у них совместная любовная жизнь. И на самом деле, хоть нам весь фильм будут попытаться показывать, что Наоми пытается спасти Итигё, на самом деле в конце фильма оказывается, что Итигё пыталась спасти все это время Наоми. Хотя, возможно, это просто тоже виртуальный мир, в котором Итигё пытается спасти Наоми, а Наоми на самом деле спасает в это время Итигё. В общем, очень все запутано. Но то, что нам показали в фильме, выглядит на самом деле, если выстроить такую линеечку событий, выглядит это так. Наоми и Итигё начинают встречаться, идут на фестиваль, Наоми попадает в молнии или еще что-то с ним случается там по ходу жизни, нам это не показали. И он впадает в длительную кому. Затем, что происходит? Наоми в коме, а Итигё пытается его спасти. Она вступает в эту корпорацию восстановления всякой инфраструктуры прошлого, пытается развивать там технологии, чтобы как-то собрать из прошлого воспоминания Наоми и вернуть его в реальный мир. Хотя на самом деле, мне кажется, это не так, и дальше скажу почему. Но вот пока у нас нить сюжета. Следите за нитью сюжета. На самом деле, он там в этой коме думает, что молния ударила в Итигё и пытается её спасти. Но для этого ему необходимо изменить еще одно прошлое. На самом деле, он предпринял больше 700 попыток в этом самом мире. Но смотрите, у нас уже есть мир первый, в котором есть Итигё и Наоми настоящие, где Наоми попадает в беду, Итигё пытается поспасти. Дальше у нас есть подмир, в котором пребывает Наоми в коме без сознания, из которого пытается его вытащить Итигё. И в этом самом втором мире он пытается спасти Итигё, которая впала в кому в третьем мире, который под вторым миром. То есть у нас три мира показаны в данном аниме. Хотя на самом деле вопрос в том, сколько этих миров вообще может быть. Такая цепочка очень бесконечно длинная может быть. Я бы вам советовал посмотреть фильм под названием Inception. Там такая же штука была провёрнута соснами. То есть соснами, блин. Такая же штука была провёрнута с людьми, входящими в спящее состояние. Были люди, которые якобы умеют управлять нашими снами и тем самым добывать какую-то информацию. Очень крутой фильм, хоть и очень сложный. Нужно его очень внимательно и вдумчиво смотреть. Показала мне этот фильм, собственно, Сильф. И он очень мне понравился и зацепил. Хоть и очень сложный. Я бы вам советовал. Но сейчас не об этом. Так для меня выглядит нить сюжета. То, что со вторым миром, который под настоящим, что-то не так, ты начинаешь понимать уже ближе к концу фильма. Когда ни с того, ни с сего, вообще не ожидая этого, ты видишь, как за счёт того, что у второго мира есть третий подмир, у тебя создаётся впечатление, что вот этот-то мир настоящий. И когда в этом настоящем мире начинают происходить вещи, которых в принципе в реальном мире происходить не может, ну, когда эти вот страшные, жуткие существа полезли из установки какой-то там, которую они, собственно, и разрабатывали, ты такой смотришь, это в реальном мире происходит или что? Вот. И когда после титров она показывает эту сцену, ты вроде у тебя как всё становится на место. Но в то же время ты задаёшься вопросом, а настоящий ли этот третий мир? Потому что один раз меня так уже обманули. Вот, собственно, поэтому я не могу уверенно говорить о том, что Итигё на самом деле спасала Наоми, а не наоборот. Такой вот многозначительный получился сюжет, как мне кажется, с открытой концовкой, как в том же самом Инцепшене. Мир, который нам показывают в данном аниме-сериале. На самом деле все миры, которые нам показаны, они выглядят приближённо к современному, к настоящему. Нет каких-то кардинальных отличий, прям, чтобы можно было сказать, вот этот вот мир отличается от этого, а этот отличается от этого. Все три мира, они как-то выглядят одинаково. В результате у тебя может как раз-таки сильнее. Это психологически давит на то, что ты не понимаешь, какой мир настоящий, а какой нет. И ты сидишь на протяжении всего фильма, и просто у тебя какой-то, я не знаю, буря мыслей в голове о том, как определить, какой мир настоящий. И начинаешь невольно задумываться о том, а живём ли мы сами в настоящем мире. Быть может, мы живём в мире, и нам кажется, что наш мир настоящий. На самом деле мы живём в какой-то матрице, и всё генерируется кем-то сверху. Все наши неудачи, все наши успехи, все они определяются не нами, а на самом деле заложены какой-то программой. С кем-то извне. Жутко стало. В общем, миры нарисованы очень красиво, красочно, но больше всего мне, конечно, запали в душу эти жуткие существа, которые начали охотиться и исправлять ошибки. Как кардиналов с World Art Online, у них была единая цель исправить все ошибки, устранить несовпадение, несоответствие, устранить одного Наоми из двух, потому что двух не может, в принципе, существовать в одном мире. И это так жутко выглядит, когда вся такая толпа вот этих вот каких-то существ, у которых единая цель, которые в автономном порядке просто идут и устраняют проблему, у них нет жалости. Ты понимаешь, что эти существа, они просто машины. Они машины, которые, если найдут тебя, они тебя схватят и сотрут. Это очень жутко, и сами эти существа, они выглядят, ну, очень жутко, и... мурашки бегут по телу. Когда ты видишь, как они проходят вот прям рядом с главным героем, он под машиной спрятался, они проходят мимо этой машины, ты такой... Как в первом сезоне «Ходячих мертвецов» такое же прям ощущение, какое-то ощущение апокалипсиса происходит, когда такая толпа начинает охотиться выходить. Жутко, жутко. Про музыку могу сказать, что музыка, наверное, не так сильно западает в душу, но она неплохая. Музыка дает, даже скорее задает настроение, которое должно соответствовать ситуации и добавляет какой-то атмосферности к происходящему, но она как-то... Вот та же музыка из «Дитя погоды» или из, например, «Твоё имя», она западает в душу. Ты её ходишь, ты её напеваешь. Вот я весь вечер ходил сегодня, напевал там... И вот ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, западает музыка, и западает. А эта музыка, она красивая, она звучит, она ложится, Она добавляет атмосферы, она хороша, но она не западает. Возможно, это и отличает шедевральную музыку от просто хорошей. Что еще хочу сказать по поводу озвучки. Интересный момент случился. Когда я смотрел фильм, я был уверен в том, что главного героя озвучивает один человек и в прошлом, когда он юн, и в будущем, когда он вырос. Но оказалось, что нет. Но это в то же время и огромный плюс. Ведь очень сложно подобрать двух актеров, которые на одном персонаже разных возрастов звучали бы так, будто это один голос, который просто вырос. Хорошую работу проделали над этой работой, уж простите за тавтологию. Но вот молодцы, молодцы. По поводу минусов. Минус есть, и он довольно большой. Где-то к середине фильма ты к этому привыкаешь и особо не обращаешь внимания. Поначалу, конечно, очень, очень тяжело привыкнуть. Это, конечно, это ЦГ-рисовка, это 3D-рисовка, использование 3D-моделей в рисовке. Это гораздо более дешевый вариант, в отличие от детального прорисовывания покадрово. И, естественно, это выглядит. Выглядит как что-то неестественное. Потому что 3D-моделька, она не может двигаться под какими-то естественными для людей изгибами. Она двигается под заложенной программами каким-то там направлением. Приведу простой пример. Когда человек удивляется, он примерно выглядит вот так. Типа, что? Как это выглядит в ЦГ-рисовке? Я думаю, разницу вы увидели. Минусом лично я бы выделил недостаток в любовной линии между главными героями. Момент в конце фильма был очень грустным, но слез он у меня не вызвал. Мне показалось, что это по той причине, что общению каким-то ярким, запоминающимся моментом не хватило времени. Не хватило экранного времени моментом общения Наоми и Итигё. И поэтому момент с... два сильных, собственно, момента в фильме, когда забирают Итигё из мира, который нам показывают с самого начала фильма, чтобы якобы вернуть воспоминания другой Итигё. И второй момент, когда они пытаются спасти Итигё, когда Наоми уже из первого мира проникает во второй мир. Вот два, наверное, сильных момента в аниме. Ну, вот мы, собственно, и подобрались к тому вопросу, который я поставил в начале выпуска. Отчего Итигё в сцене после титров спасала Наоми? Возможно, Наоми, который был во втором мире и пытался спасти Итигё, проделав там 700 попыток возвращения в прошлое, на самом деле неспроста оказался в ложном мире, а настоящий-то мир выше. У меня есть предположение, что... во-первых, предположение два, как гипотеза. Одна из них, это то, что Наоми действительно била молния, или с ним еще случилось что-то, в результате чего он впал в кому во втором, очень не в реальном мире, и его начала спасать Итигё. Либо же, у меня есть предположение более глубокое. Все плохое действительно произошло с Итигё, Наоми начал ее спасать, проделал больше 700 попыток возвращения в прошлое, и в итоге Наоми ему удалось спасти, но он сам впал в кому. И для того, чтобы выйти из этой комы, то есть как бы он погрузился вот в эти вот миры, которые два снизу, настолько он туда погрузился глубоко, что не смог вернуться оттуда в сознание, в свое настоящее, которое в третьем мире. А Итигё уже очнулась. И она пытается его вернуть в реальный мир из двух ложных миров. Блин, как же все прям пересекается с инцепшеном. Очень крутой фильм, ребят. Мне кажется, если вы хотите, если вам понравится данный фильм, Hello World, посмотрите фильм инцепшен. Это, блин, очень-очень крутой фильм с Леонардо Ди Каприо. В общем, Итигё приходит к выводу, что для того, чтобы спасти Наоми в реальном мире, ему необходимо выйти из всех этих двух миров. Из первого он выходит в середине фильма, а из второго он застрял, он там живет, он верит в то, что он там живет, что он существует в этом мире, и никакого другого мира выше нет. И когда он принимает решение, тут сейчас будет спойлер, простите, когда он принимает решение пожертвовать собой, чтобы спасти Наоми из третьего мира, он тем самым выходит из двух миров. Он перестает существовать и в этом мире, и в первом. И его сознание возвращается в реальный мир, что нам показывают после титров. Я еще задался очень глубоким вопросом во время просмотра данного фильма, что, несомненно, является его хорошей чертой. Это вопрос о гуманности создания таких вот вещей. То есть мы понимаем в конце фильма, что что второй, что первый мир, они созданы людьми. Это искусственные миры, как в алисизации, созданная под мире, в котором живут искусственные пульсветы и верят в то, что они живут в этом мире, для них нет другого мира, этот мир настоящий. И я задался вопросом, а гуманно ли создавать такой мир, в котором живет человек и не знает о том, что этот мир искусственный. Что было бы более гуманно, создать этот искусственный мир и дать человеку знание о том, что он живет в искусственном мире, есть мир более выше, глубокий, или не говорить. С одной стороны, если мы не говорим, в принципе проблем никаких. До момента, пока не случается какая-нибудь херня. И люди такие, так, подождите. И у них просто весь мир ломается. С другой стороны, если мы сразу говорим, что этот мир ненастоящий, люди с этим живут, они этим грузятся, они об этом думают, и как-то немножечко тоскливенько жить в мире, когда ты понимаешь, что мир-то искусственный, ты-то ненастоящий. Мне кажется, это очень тяжелые мысли и очень грустные. Зато так честно. А может быть, негуманно вообще создавать такие миры и пытаться кого-то там выращивать. Не знаю, в общем, вот такие вот вилософские категории у меня пробуждаются в мыслях, когда я смотрел данный фильм. В результате чего я бы, наверное, поставил этому фильму восьмерку, где он, собственно, сейчас и находится по общему количеству оценок. И вам бы я рекомендовал посмотреть этот фильм и посмотреть фильм «Инцепшн». К рисовке прошу поначалу не придираться, я думаю, вы к ней быстро привыкнете. Не ждать большой какой-то драмы от сюжета. А вот поворотов сюжетных вы хлебнете только так. Так, рисовка, в принципе, очень красивая, несмотря на ЦГ и анимацию. Остальное все очень красочно нарисовано, очень красочно нарисованы. Блики, освещение, эффекты, говорящая ворона и много чего еще. Вот какое-то такое мнение у меня сложилось от просмотра данного фильма. Если хотите посмотреть, советую посмотреть в дубляже, как это смотрел я. Всем хорошего настроения, спасибо за просмотр данного выпуска. Надеюсь, информация будет полезна. Всем сао!